Счетная палата России предупредила о риске наступления нового макроэкономического кризиса. О том, каким последствиям он может привести, рассказывает эксперт Казанского университета. Как заявила Счетная палата России, кризис может наступить из-за роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам строительства жилья. По итогам 2020 года объем выдачи ипотеки составил более 4 триллионов рублей. Это абсолютный рекорд. Дело в том, что если какая-то сфера экономики, какая-то отрасль, какой-то рынок начинает расти слишком быстро, а остальные за ним не успевают, то это действительно чревато созданием так называемого пузыря. Имеется в виду необоснованное повышение цен на конкретном рынке или в конкретной отрасли, что будет негативно сказываться и на всех смежных отраслях, на потребителях, на производителях. Вот как раз именно в данном случае такая ситуация и складывается. По словам эксперта Казанского университета, ускоренная накачка ипотечного кредитования деньгами приводит к соответствующему росту цен, но не производства. То есть строиться жилье быстрее не станет, а вот цены будут расти в связи с высоким спросом. Из-за этого и будут дорожать стройматериалы, техника, металлы и так далее. И в конце концов, когда меры стимулирования будут свернуты, закончатся, это может привести просто к схлопыванию данного пузыря, резкому снижению цен при остановке строительства нового, разорению девелоперов, строительных компаний и всех смежных с ними организаций. Кроме того, увеличение объема выдаваемых ипотечных кредитов с искусственно заниженной процентной ставкой может привести к тому, что в дальнейшем многие из заемщиков не смогут вовремя расплачиваться по кредитам. Предсказать точную вероятность наступления кризиса сложно, однако можно предпринять меры по его предотвращению. Если кризис вызван излишним стимулированием ипотечного кредитования, значит, нужно постепенно снимать эти стимулы. Это уже делается. Вы знаете, что в последнее время была повышена процентная ставка центральным банком и, соответственно, повышена ставка по льготным ипотечным кредитам. Возможно, она будет еще повышаться, что постепенно будет охлаждать, притормаживать данный рынок. На данный момент, наверное, это самая действенная мера. Сама же счетная палата предлагает ввести ограничения на получение льготной ипотеки. Участвовать смогут только те граждане, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. Или же предполагается только разовое участие в программе. С полным списком предложений можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Диана Желенкова, Универньюс.